Друзья, я только что зашел в юридическую службу Московского Союза Садоводов к юристу Оксане Николаевне Васильевой и узнал, что я являюсь злостным нарушителем закона. И более того, я понял, что я буду продолжать закон нарушать. Давайте узнаем, что же страшного я сделал и собираюсь сделать в дальнейшем. Вы решили привести в порядок двор, засадить цветы, кустарники, деревья, и вам кажется, так это легко сделать. Вышли, посадили, и жизнь прекрасна. Нет, к сожалению, в нашей стране не все так просто. Посадить на законных основаниях во дворе дерево, куст или какое-то растение, даже однолетнее, вообще-то не разрешено, а точнее даже запрещено. На территории города Москвы или Московской области действует непосредственно генеральный план озеленения. И для того, чтобы появился новый кустик во дворе, надо пройти согласование. Согласование с управой. Это первое. Второе. Надо выяснить, кому же земля на этом участке принадлежит. Оформлена ли она в общедалевую собственность, или она принадлежит городу, муниципальная собственность. Далее. Помните о том, что в некоторых регионах до сих пор еще действует проект «Мой город, мой двор». На территории Москвы и Московской области он уже закончил свое действие. Но в рамках данной программы можно как раз-таки было на общественных началах принять участие в озеленении населенного пункта. Также у нас появилась методологическая рекомендация от правительства, где есть такое понятие, как добровольческое озеленение или экологическое добровольничество. Что это значит? То есть общественность берет в свои руки и помогает озеленять город. Но на самом деле, опять-таки, кроме этого понятия, ничего далее не прописано. У нас есть ГОСТы, которые требовательно относятся к озеленению площадок, к озеленению дворов. У нас есть план официально, выдаются денежные средства в бюджете на озеленение. И так просто зайти и посадить во дворе что-либо невозможно, но выход все-таки есть. Если это вдруг территория у многоэтажного, многоквартирного дома находится в общей долевой собственности, и вами управляет либо ТСН, либо УК, на общем собрании было принято решение о озеленении, соответственно, большинство голосов, да, соответственно, вы можете обратиться к представителю ТСН, либо УК с предложением озеленить какую-то клумбу, засадить цветами, например. Если эта территория все-таки относится к городу, то на законных основаниях оформить лужайку, либо наоборот сделать какую-то стоянку под машиной из лужайки, засадить цветочками все, как вам кажется, что это очень красиво будет, невозможно. Хотя штрафы за это не предусмотрены. Продолжение следует...